Напоминаю Кадырову, что я готов в любое время выйти с ним на диспут и показать его убогость всем людям в этом мире, продемонстрировать, утереть ему нос. Кадыровский Он сначала говорит, что я там никто и ничего из себя не представляю, то потом у него вдруг я становлюсь агентом всех спецслужб западных, и за мной стоят там чуть ли и Ми-6, и ЦРУ. В общем, уже непростой человек, да? Уже такая серьезная такая фигура. В общем, не поймешь, что там в голове у Кадырова. Как я уже неоднократно это отмечал, очень сложно понять, что в голове у этого человека происходит. И сегодня почитал одну статью, которую написала еще Анна Политковская, по-моему, в 2005-м, кажется, году, или в 2004-м, или 2005-м. И она там это отмечает, она разговаривает с Кадыровым, и она говорит, противоречия, которые есть в этом человеке, их просто невозможно как-то логически понять. То, что он говорит в начале интервью, он опровергает в середине, затем вообще противоположное обоим заявлениям говорит в конце интервью. Это человек, которого просто невозможно его логически понять. И это, наверное, как бы понятно, почему это невозможно, потому что как-то логически понять абсолютно неадекватного, неинтеллектуально неразвитого человека очень сложно. Поэтому очень часто люди пытаются понять логику вот этих вот ротаций кадров, которые производит Кадыров периодически. Он начинает переводить там в должностях этих своих сторонников. И разные там аналитики, СМИ пытаются понять логику, как он это делает, но это невозможно понять. Уже, по-моему, пора как-то смириться с тем, что этого понять невозможно. Чем он руководствуется, что происходит в этой его одаренной академической голове, это невозможно понять. Поэтому, когда он говорил обо мне, это тоже, конечно, было в его стиле, опять на уровень оскорблений, там, не она, оно и прочее. Но это как раз вот это его уровень, это его стиль. Я, что бы он там ни говорил, я напоминаю Кадырову, что я готов в любое время выйти с ним на диспут и показать его убогость всем людям в этом мире, продемонстрировать, утереть ему нос. В любое время я готов, поэтому, чем запускать какие-то эфиры и отвечать там, глупо отвечать на вопросы. Одно то, как он начал отвечать на вопрос про меня, с какого-то неадекватного идиотского смеха затяжного, уже этого было на самом деле достаточно, он мог дальше ничего не говорить. Чем заниматься вот этой вот ерундой, лучше бы вышел бы на диспут и уже облажался бы окончательно. На этом бы мы закончили. Ну или ты же говоришь, что ты с любым можешь выйти, там, часами ему что-то объяснять. Ну или победил бы меня, объяснил бы меня, доказал бы, какой ты правильный. А я в любое время готов обосновать, что Кадыров является предателем, сыном предателя. И что, как сказал Путин, предатель Родины, это подонат, он сказал. Я полностью в этом согласен с Путиным. И в любое время открыт, в общем, для диспута, без вот этой вот, без оскорблений, без ничего. Просто по факту, конкретно, по конкретным моим обвинениям, по конкретным моим высказываниям, я готов это обосновывать и доказать, что я не просто так из ненависти это говорю. Хотя, любви, конечно, я к этому персонажу не испытываю. Интересная ситуация с европейскими странами. Они приютили у себя этих псевдобеженцев, которые едут за пособиями и которых на собеседовании даже возраст стесняются спросить. Якобы это оскорбит их. Которые потом плюют на местные законы и устраивают шариат патрули. Но вот чеченцы это зло, ага. А кто это такие, которые устраивают шариатские патрули? Это кто? Я никогда не встречал в Европе никакие патрули. Да и кто здесь позволит создавать какие-то патрули? О ком ты говоришь? Вообще, в целом, конечно, я с тобой согласен, что псевдобеженцы сюда приезжают. И европейские страны, миграционные власти, по крайней мере, в этих странах, они как-то очень расположены к ним. Тут я полностью с тобой согласен. Любой явный кадыровец, явный, который не стесняется этого, сидит и выкладывает посты с ними, какие-то комментарии пишет лесные в их адрес. Эти люди, они все здесь легализованы. Они имеют вплоть до гражданств в этих странах. Никаких нет с ними проблем. Их не депортируют. К ним в дома не врываются местные спецназовцы. Не устраивают какие-то обыски, которые сопровождаются погромом. Вот этого всего не происходит. На зото это все происходит с теми, кто действительно преследуется. Таких людей почему-то к ним относятся с какой-то опаской. Им не предоставляют убежища. Их депортируют. В общем, эта проблема, конечно, присутствует. Тут с тобой не согласиться невозможно. Саламу алейкум, брат Томсо. За всю несправедливость, которую против тебя и твоей семьи учиняют каферы из Польши и Германии, мы призовем их к ответу. Словом и оружием заставим пожалеть. Абу Суалих Ашишани. Давай ты просто не будешь писать ничего подобного. Никого призывать к ответу, тем более оружием, не надо, во-первых. А во-вторых, даже при желании ты никогда не смог бы ничего подобного сделать. Поэтому не пиши глупости, пожалуйста. Никого, ни к чему ты не призовешь. Единственное, к чему мы будем стараться призывать, любые власти, которые нарушают права наши и вообще права людей, мы будем их призывать к тому, чтобы они следовали и букве закона, и духу закона, который установлен в этих странах. Они и сами эти законы приняли, и мы будем их просить, чтобы они были так добры и следовали этим законам. И будем это делать исключительно в рамках законодательства в местных странах, не выходя за эти рамки. Это очень важно. Поэтому не пиши подобный вздор. Это очень провокационные комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok